Япония это всегда минимализм. В своей косметике японцы используют достаточно простые ингредиенты. Японки оставляют для брожения, а потом используют в качестве шампуня. Восстановить волосы дома, не прибегая к помощи дорогих салонов красоты. Это максимальное сосредоточение на себе и своих потребностях. Это действительно уникальный продукт. Аромат стоит необыкновенный. Все вместе это новая линейка Арису. Всем привет! С вами Фаберлик Бьюти Лаб. Сегодня мы поговорим о том, как прическа влияет на ваш день, да и в целом на всю вашу жизнь. Что такое натуральная японская косметика и как связана компания Фаберлик и Япония. Какой ингредиент используются в косметике уже более тысячи лет. Что связывает между собой суши и средства по уходу за волосами. Мы расскажем вам сегодня об этом и мы начинаем. Давай начнем рассказ с японских традиций. Япония это всегда минимализм. Посмотри на японскую моду. Суши или дизайн интерьера это элегантная простота. Минимум ингредиентов и оптимальная концентрация вкуса. Также Япония страна высоких технологий и развитая индустрия красоты. В своей косметике японцы используют достаточно простые ингредиенты, которые не являются редкостью. Но при этом они богаты витаминами и микроэлементами. Рис очень интересный продукт. Я могу сказать уникальный. В Азии есть деревня Хуанлоу. Все жительницы которой занесены в книгу рекордов Гиннесса за самые длинные волосы в мире. А таких показателей женщины добиваются за счет того, что моют голову ферментированным раствором рисовой воды. Все мы хозяйки знаем, как склеивается рис, если его переварить. Но именно эту жидкость японки оставляют для брожения, а потом используют в качестве шампуня. Мы в компании Фаберлик разработали новую линейку по уходу за волосами Арису. Арису это древнее японское женское имя, означающее благородное, величественное. И я отмечу, что это не кустарное производство где-то в Азии, а действительно научная разработка компании Фаберлик. У этой серии очень интересная история возникновения. А началась она с выставки в Гонконге. Это место, где формируются косметические тренды. Там собираются представители бьюти-индустрии со всего мира. Делятся опытом, рассказывают про свои новинки. И результатом этой поездки стала коллаборация Фаберлик с японской компанией Цуна. Нас поразил японский колорит и тщательность, с которой японцы подходят к созданию косметики. Для зрителей, которые не знают, как производится косметика, рассказываем. Работа по созданию косметических средств долгая. И сначала мы отбираем продукты и ингредиенты, которые туда положим. В случае с Арису это ферментированная рисовая вода, экстракты лотоса, сакуры и вулканический пепел. Все ингредиенты проходят долгий цикл тестирования в нашей лаборатории, прежде чем попасть в флаконный Фаберлик. Мы рассмотрели много вариантов, прежде чем утвердили окончательный состав. Нас, экспертов, поразила яркость культуры и инновационные технологии Японии. Мы хотели показать российскому потребителю аутентичности качества японской косметики для волос. И воплотили это и в дизайне, и в составах, и в ароматах. Начнем рассказывать про Арису. Первое, с чего я хочу начать, это кавошинг. Это действительно уникальный продукт и для компании Фаберлик, и в уходе за волосами. На самом деле это не что иное, как непеничийся шампунь. Он подходит отлично девушкам, не только девушкам, с поврежденными волосами, где нужно восстановить структуру волос, где нужно их напитать, сделать более сильными и блестящими. Такая новинка отлично подойдет людям с поврежденными волосами. Кавошинг не сушит волосы, не сушит кожу головы, бережно ухаживает за волосами. Сейчас я это продемонстрирую. Кавошинг – это щадящий метод мытья волос. Сухие и поврежденные волосы восстанавливаются и получают необходимое питание. Кожа головы и волосы получают питательные вещества, а не подвергаются интенсивному воздействию моющих веществ, содержащихся в шампунях. Волосы становятся более послушными, легкими в укладке. С помощью кавошинга можно восстановить волосы дома, не прибегая к помощи дорогих салонов красоты. Такая процедура включает в себя массаж кожи головы, который улучшает кровообращение, питает волосы, стимулирует их рост. Но тогда вам обязательно нужно воспользоваться и маской «Лотос», которая также входит в серию «Арису». Давай расскажем о масках для волос. В серию «Арису» их две. С вулканическим пеплом и экстрактом «Лотоса». Кстати, маска для волос с вулканическим пеплом – мой любимый продукт этой серии, и не зря. Это настоящие домашние спа. Ведь каждый продукт серии – это максимальное сосредоточение на себе и своих потребностях. А ты знал, что вулканический пепел использовали в косметике древние римляне? Пепел богат циолитом, витамином и микроэлементами. И вся эта полезность сейчас находится в одной баночке. Японцы крайне бережно используют все свои ресурсы. Ведь мы знаем, что страна небольшая, зона сейсмически активная, действительно есть что беречь. И косметика у них получается поэтому максимально насыщена природными материалами. Ты забыл рассказать об ароматах серии «Арису». Кроме истинно японских ингредиентов, мы воспользовались специальными ароматами, чтобы создать действительно атмосферу аутентичной японской процедуры ухода за волосами. Там есть сакура, лотос, действительно волшебные ароматы. Лотос недаром считается цветком плодородия. В Древней Индии, если женщина хотела открыть свою внутреннюю силу, она рисовала на спине открывающийся бутон лотоса. Целебные свойства этого цветка дошли к нам с древних времен. Уникальность цветка лотоса в том, что все его части полезны и используются в косметологии. Он богат витамином С, обладает успокаивающим свойством и восстанавливает структуру волосяных луковиц. Катя, сколько можно рассказывать? Давай уже покажем наши продукты, как они выглядят нашим зрителям. Аромат стоит необыкновенный. Жаль, нельзя передать его через экраны. Кроме цветков лотоса, в этой линейке использованы и экстракты сакуры. Это природный источник каротина, а это значит, что экстракт сакуры способен снять раздражение и зуд, восстановить структуру волос и дать им гладкость, шелковистость. Рустем, смотри, как в одной линейке можно соединить столько уникальных вещей? Тысячелетний природный материал, цветок лотоса, сакуры и рис. На первый взгляд, может показаться, что это невозможно. Все вместе – это новая линейка Арису. И ты правильно заметила, что эта линейка объединила в себе новые технологии, богатые японские традиции. На сегодня мы с вами прощаемся. С вами были Екатерина Щедровицкая, Рустем Мустафин. До новых встреч в Faberlic Beauty Lab.